Семин – это специально подготовленный пропагандист цененый штат Комитрии. Я уж никогда про это не говорил, но мы это должны знать. То есть американцы, когда создавали управление, они специально в России подготовили профессионалов политработы. То есть это гебберевская пропаганда, специальных американских вузов. Подготовили людей. Этих людей несколько человек. Он там учился действительно. Специально пропагандирует он не вообще. Не вообще учился, а учился пропаганде. То есть вот в армии есть такое понятие спецпропаганды. Это результат. То есть это офицеры, которые специально готовятся. И в Советском Союзе они тоже готовились для нашей армии. Которые обучаются идеологически работать с врагом. И вот американцы такую часть людей подготовили. Их направили, естественно, куда? Средством массовой информации. Соответственно, Семин поехал в главные российские СМИ государственные. Они его пристроили не на должность начальника, потому что у него хорошо язык работает, а на должность штатного пропагандиста. И он на этой должности как бы работает. И поэтому разговор с ним, я надеюсь, что это начало разговора. Потому что я специально, ну, там, как говорится, не пытался взять все, потому что я представляю, с кем я имею дело. Поэтому это начало разговора. Я надеюсь, и буду лично готов продолжить эти беседы. Но логика такая, это же профессионал высочайшего идеологического качества, враг России. Значит, в чем его главное направление есть? Внимательно посмотрите. И до этого в его роликах. Главный его удар по отечеству. Он пытается объяснить людям, что отечество не должно быть. Он принципиальный противник отечеству. Понятно, что если у нас нет своего отечества, то значит, у нас отечество какое? Американское, которое я уже готовил. То есть, когда он бьет по понятию отечества, вообще по принципу построения человеческого общества путем системы государства отечества, он же об этом бьет. Он же говорит, не нужно это, это как бы вредное построение. Не надо нам объединяться или вам, или кому-то в отечество. Значит, он просто является пропагандистом американской вертикали власти, американского однополярного мира. Высокопрофессионально. Его задача, если вы посмотрели в этой беседе, процентов 90 времени, но поскольку он был ведущий, трудно было этому сопротивляться, он должен был переключить внимание на совершенно другие вопросы. Потому что его главная была доказательная база, что отечество не должно быть. Вот до того, вспомните эпизоды спора, как образовалась граница Российской, СССР, например. Конечно, она образовалась после войны. А хоть одна государственная граница в мире не после войны образовалась, вообще за историю человечества, но это как бы это азбука. Он говорит, что это не так. То есть понятно, что это как бы глупость сказала. Потому что, ну, пусть меня кто-нибудь назовет хоть одну границу между двумя государствами, которая бы появилась не в результате войны, когда-то. Ну, раньше война была, впрочем. Это способ формирования границ вообще. Понимаете? Например. Или история с Великой Отечественной. Когда была Великая Отечественная война, отечественная война, не отечественная. Для него эта война какая угодно. Война с фашизмом. Это, конечно, правда. Но главное не это. То есть, отечественная война – это война за отечество. Он там приводил пример своей бабушки, солдата Великой Отечественной войны. Но она была солдат Великой Отечественной. Если бы наш народ считал, что главная в этой войне компонента – это борьба с фашизмом, что тоже было. Ну, главное. Да. Или это была бы главная компонента борьба с кем-то, еще там с кем-то. Так бы он и назвал. Классовая война. Классовая война. Ну, вот само собой. Или он полностью отрицает вообще понятие отечества в истории. Ну, он же прямо говорил, что вот в Великой Отечественной войне были герои, а до этого героев, ну, мягко скажем, не было. Как это не было? Оборона Севастополя, там, в 50-х годах, по-за прошлого века – это что, не герои? А богатыри в Суворовске – это не герои? А тысячи воин, за которые там клали жизни русские солдаты – это не герои отечества? Что ли на Калкасской войне? Во всех войнах. Для него это отсутствует. Да, то есть он как бы говорит, не было такого. Почему? Потому что Великой Отечественной для него война – это не война за отечество, а какая-то другая. И отечество для него как бы не нужно. А раз оно не нужно, значит, нет всего пути построения русской государственной. Таким образом, он создает мотивацию людей, которые втягиваются в эту пропагандистскую машину. А на него работает машина, центральное телевидение на него работает. Конечно, втягиваются. То, что там Киселев боится сейчас говорить, он говорит открыто. Понимаете? Ну, тут боится все-таки Путина. И поэтому его задача, чтобы как можно больше граждан России вообще как бы отказалось от общности под названием отечество, историческое. А тем самым он отказался бы от будущего в этом формате. Нет, в американском отечестве – пожалуйста, в немецком – пожалуйста. В российском нельзя. Вот его как бы логика. Поэтому, если по-честному, все сторонники Семина, все будут голосовать за груди, не надо. Можете у них опрос сделать. То есть это специально подготовленная такая конструкция. Потому что они как бы отрицают общность нашу с вами под названием отечество, которую мы восстанавливаем и освобождаем. А они вообще говорят, да какой там свободный. Никакого не надо. Не надо этого вот этой страны, не надо этой территории, не надо этого государства, не надо этого, значит, народа. А вот нужно там какую-то классовую историю. Вот такую войну. Да, внутреннюю. До этого он открытым текстом даже говорил, помните, он открыто говорил в предыдущем ролике. Я просто не ставил задачу его как бы на него наезжать, если не заметили. А до этого он открыто об этом говорил. Он говорил, что в случае, если на Россию начнется вторжение в Россию, например, НАТО, немедленно надо, чтобы Урал начал воевать с Москвой, с Рублевкой. Ну вот сразу же, на второй день. И после того, как, я так понимаю, Нижний Тагил у него побьет Москву или Рублевку, Московскую область, после этого только надо что-то делать. Как только Нижний Тагил будет воевать с Москвой, что там делать? Там уже как бы это будет называется восстание в тылу советской русской армии, которая будет на границах как-то пытаться остановить вторжение, понимаете? Так что это в чистом виде пропагандист. И если бы у нас был суверенитет, то он бы сразу в тюрьме оказался. Так, по-честному. Но он работает. И ясно, что если его здесь прижмут, он обратно туда въедет, откуда приехал. Он ничего не теряет. Потому что его выбор это граждан первой войны. Его прикрывают там. То есть он одет или транскист? Он не транскист, нет, транскист, ребят. Ну, значит, он как бы верит, что это бывает. У НОДА нет транскистов. У НОДА есть агенты врага. То есть пятая колонка. Он представитель идеологического отдела пятой колонки. Он понимает, что он агент? Или он как-то... Слушай, ты его так же делаешь. Он не помил его и делал его. А деньги он хорошо получает. Это у НОДА. Пожалуйста, тишина, пожалуйста. То есть он офицер-пропагандист, оккупант. Спасибо. 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 Спасибо.